Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Я хочу сегодня поговорить о политике, о трех политических, или, может быть, лучше сказать, антиполитических банальностях, которые я периодически слышу. Первая из них подается в усеченном виде, и из-за этого ее автор, сэр Винсент Чарчилль, выглядит очень неблагоприятно. И звучит она в обычном изложении так, что демократия – это самый плохой вид правления, не считая всех остальных. Если посмотреть оригинал у Чарчилля, то он сказал, «No one pretends that democracy is perfect or all-wise». Никто не утверждает, что демократия совершенно или очень мудра и мудрее всех. Indeed, it has been said that democracy is the best form of government, на самом деле говорили, что демократия – это худший вид правления, except all those other forms that have been tried from time to time, не считая всех других форм правления, которые, видимо, от времени практиковало человечество. Мы видим, что в реальности Черчилль цитировал анонимно, то есть говорят, что демократия – худший вид правления, не считая всех остальных. Он же лишь утверждал, что демократия – не абсолютно идеальная форма правления, несовершенная, но это совсем не то, что сказать, что она хуже. Совсем не то. Означает ли это, что демократия – лучший вид правления? Ага. А что же Черчилль? А это британский юмор. Надо сказать, что Черчилль, второе его изречение, мне кажется, все-таки лично его, и оно мне кажется очень вздорным. Оно звучит так, что плох человек, который в юности был консерватором, и плох человек, который в старости остается анархистом. Анархисты в XIX веке – это как сейчас исламисты, террористы и так далее. Анархисты взрывали бомбы, анархисты убивали царей и губернаторов на протяжении всего XIX века. А мы помним, когда был последний костер инквизиции? В 1828 году сожгли учителя. А мы понимаем, что анархисты убили за весь XIX век, может быть, человек, ну, тысячу, самые большие. А сколько положили те, кого они убивали? Сотни миллионов. Сотни за XIX век. Ну, хорошо, может быть, десятки. Но это действительно десятки миллионов. И речь я не веду только о войнах. Расстреливая демонстрации рабочих, расстреливая интеллигенцию. Ну, Петрашевцы, Достоевского чуть, извините меня, не расстреляли. Он на всю жизнь остался слегка трехнутый. Описал это в идиоте. Так вот, на самом деле, молодые все разные. И я думаю, что большинство молодых, они вовсе не либералы, не анархисты, не хиппи. И сейчас я гляжу, водораздел проходит не по возрасту. И в наши дни большинство людей молодого возраста, они вообще никакие. Низкий уровень образования и невысокий уровень нравственности, конечно, это все взаимосвязано, и малое количество свободы. Когда нет свободы, у человека вообще никаких взглядов. Какие могут быть взгляды у голодного, у невежественного, у него только злобленность, рессентимент, желание выбиться в люди, отомстить и так далее. То есть это все очень низовые, человеческие, почти животные реакции. Те же люди, которые в юности, ну и сейчас есть анархисты, есть и коммунисты, хотя, по-моему, о чем мы говорим, я знаю многих людей, которые в юности восхищались Че Геварой. Люди моего года рождения, 57-го, там чуть пораньше, у нас еще, мы еще пели про Барбудос. Ну, мне, простите, мне было там 5-6-7 лет, а песенка неплохая. Слышишь чеканный шок, это идук Барбудос, поправку, поправку. Ну, теперь мне несколько больше, и я в какой-то момент потрудился прочесть биографию Че Гевара, даже несколько, и понял, что это был один из величайших садистов, и преступников 20-го века. Никакая свобода, никакой страны его не интересовала. Этот выпускник медицинского училища только хотел резать и убивать людей. Он был садист и социопат, точно так же, как Дзержинский. Поэтому он оказался востребован. Кастро сам боялся, Ленин сам боялся. И после того, как они пришли к власти, Кастро нашел Гевару, ну, сперва он был взят в качестве врача, но довольно быстро выяснилось, что врач из него никудышный, он плохо учился, и у него не было опыта. Зато палач первоклассный, точно тоже с Дзержинским. Воспитанник у иезуитского училища оказался первоклассным садистом. Не потому, что иезуит воспитывали, иезуит и Вольтера воспитали, Вольтер садистом не был. Так что это, извините меня, личный выбор. Так вот, можно в детстве увлекаться в юности Че Гевары. Кстати, женщинам это нравится. Там фотография ведь чудная. И я, как фотограф-дилетант, скажу, ведь эта фотография, она, в чем ее чудесатость? Это фотография Че Гевара на похоронах одного из коллег по палачеству. И у него на лице образовалась так называемая львиная печать. Когда человек действительно тяжело переживает, а Гевар, видимо, искренне переживал, у него приподнимаются брови, и вот здесь вот образуется такая небольшая арочка из морщины бровей. И вот эта львиная такая печаточка – это показатель скорби. Но фотограф повернул снимок примерно на 15 градусов, поднял лицо, и тогда получился парадоксальный, разрывающий шаблон и когнитивные стереотипы фотографию скорбящего. Но когда мы скорбим, мы опускаем голову, и Гевара опустил, а тут скорбим, но поднято. И вот эта динамика удивительная сделала эту фотографию, как теперь говорят, айконик, прославленный, популярный. Но я еще раз повторю, фотограф гениальный, фотография отличная, а персонаж-то на ней палач и садист. Так что на самом деле и в юности хорошо любить свободу, и в старости тоже. А им с их стефо, мне 64, и я не желаю быть консерватором. И другим не советую. Потому что это все равно, что сказать, когда я был молодой, подростком, атеистическая пропаганда, правительственная, она очень сильно эксплуатировала этот тезис, что смотрите, в церкви молодых нет. Это была святая правда. Я многие годы даже у нас приходил, отец Александр Мени был самым молодым. Остальные были лет на 10 постарше. Только где-то к концу 70-х подтянулись люди, вот моего поколения. В церкви одни бабки, бабушки. Это говорилось так настойчиво иностранным туристам, что в американском языке им показывали толпу, и говорили бабушки. И они писали, что русские женщины носят платки, которые называются бабушка. Они решили, что им показывают платки, и платки называются бабушками. И действительно в храмах были только бабушки. Почему? Потому что им нечего было терять. Потому что их не могли уволить. Они уже были пенсионерки. Назначает ли это, что только старость, время веры? Нет. Я могу отдельно поговорить о том, почему именно старость, время для политики, для веры, для путешествий, для науки. Сейчас на Западе это банальность, что уйдя на пенсию, человек получает свободу. Один американский пенсионер занялся шумерскими печатями и стал крупнейшим специалистом в этой сфере. Он не зависел от грантов. Он работал на голом, ну или обнаженном энтузиазме. А тут ведь специалистов два-три на всю планету и вперед. А в юности? И нам говорят, вот это гормоны, вот это нерешенные проблемы смысла жизни. Девушка бросила еще что-нибудь. Ага. Понятно. Вопрос к другому. А можно опровергнуть это утверждение? Нет, нельзя. Если человек циник все приписывает животному, гормонам, разочарованиям, злу, его нельзя опровергнуть. И, наконец, третья банальность, что всякий народ имеет то правительство, которое его заслуживает. Я об этом говорил вот вчера в катехизисе, а сегодня скажу отдельно по светской части. В том и кошмар октябрьского переворота и многих трагедий 20 века, что далеко не каждый народ имеет то правительство, которое его заслуживает. Я не говорю о том, что народ разный. Это само собой. Но даже сегодня в России народ в среднем лучше своего правительства. Лучше. Народ милитаризован, народ забит, народ невежественен, корыстолюбив, коррумпирован. Но все-таки Путина мы не заслужили. Народ не может заслужить правителя, который начинает свое правление с того, что взрывает дома с этим самым народом. Это называется тоталитаризм. Это называется деспотизм. Увы. Ну, чтобы было повеселее, последний афоризм правильный на 200%. Он его тоже обычно неверно цитирует. Мой любимый лорд Эктон, Джон Эктон, или Актон чаще пишут, церковный историк 19 века. Лорд, лорд-католик в Англии нетривиально. Его обычно цитируют так. Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. В оригинале иначе. Power tends to corrupt. Власть имеет тенденцию развращать. И абсолютная власть развращает. Абсолютный сказан о папах римских 16 века. Так вот, будем сопровождаться, являются тенденцией. Весь смысл афоризма Эктона, что это tends, тенденция, имеет тенденцию. А ты не имей такую тенденцию. Не давай себя развращать в своей власти. Не служи. То есть, не властвуй, а служи людям. Подражай Христу. Подражай Богу. Счастливо. 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 Счастливо.